Добрый вечер, уважаемые друзья, господа, коллеги! Мы приветствуем вас в красном зале Архитектурного Института. И сегодня мы вам проведем лекцию, мастер-класс на очень занимательную новую тему. Я вам представляю архитектора, великого архитектора, который потом расскажет о себе, Андрея де Симоне. Уважаемые коллеги, данный проект, о котором мы будем рассказывать, это проект строительного концерна «Крост». И мы благодарим Алексея Алексеевича Дубашина, который пригласил Андрея работать в этом проекте. Среди нас присутствует Антон Александрович Детушев, руководитель строительного управления концерна «Крост». И мы приглашаем его на сцену, а также для приветственного слова. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! И будущие коллеги! Мне бы хотелось два слова сказать. Благодарю вас, что появилась такая такая такая, возможно, наша проекта, которая... ré, подвергла действительно, что это возможность представить новый проект, которые учатся в институте, который может и развивать, чтобы создать улы, чтобы научиться, изучить, изучить, и потом изучить, из-за понимания, и Андрей, который может быть очень хорошим работе. Он очень комфортный работа, который работает, и у него есть очень много работа, и это еще что-то проявляет, что у нас архитетов должен быть практическим, Доброе утро! Доброе утро! Итак, мы сразу приступаем и с вами посмотрим на некие имиджевые картинки и, пожалуйста, можете запускать. Эта картинка называется «Мечта». Эта архитектора. Может быть, приглушим немножко свет, чтобы лучше видно было? Потому что главное слышать? Не надо? Эта архитектора. Эта архитектора. Но мы понимаем, что в идеале и также мечты и тот компонент, что архитектор должен мечтать, это очень важный компонент. Я думаю, что каждый студент, когда начинает архитектура, в основном, имеет мечты. Ну, наверное, каждый из вас, да? Те студенты, когда поступали на архитектурный факультет, они имели какие-то мечты. То есть, мечты заключались в том, чтобы создать какой-то идеальный мир и улучшить тот мир, в котором вы живете. Давайте дальше. Ну, давайте дальше. Я думаю, что каждый студент, каждый строитель, каждый архитектор имеет какую-то свою точку зрения, свое видение, каким должен быть город. И это позволяет ему создать тот город и воплотить в нем то, что никто никогда не создавал. Потому что город состоит из большого количества жителей, из разных людей, из разных восприятий жизни. Но они должны жить вместе и между собой взаимодействовать. Ну, мне хотелось бы, конечно, с вами поближе познакомиться. Поэтому я сейчас быстро пробегусь, расскажу о том, что мы сделали, что вы платили. И таким образом вы будете меня лучше знать. Диме, диме. Нажмите, пожалуйста, 00. Господа, вы в самом начале сказали, видите, iPad с местной техникой не очень стыковался. Поэтому не обращайте на такие мелочи внимания. Вот мы периодически. Это фотография, которую вы видите. Это офис, в котором я и мои сотрудники имеем счастье и удовольствие работать. Это даже дом. Ну, это также и дом. Ну, Андрей обращается к представителям строительного концерна КРОТ, говорит, ну, вы знаете этот дом? Это, конечно, постройка эпохи Возрождения. Мы здесь и живем, и проектируем, и мы наслаждаемся такой прекрасной панорамой и необыкновенные пейзажи в любую сторону, в которую ты не посмотришь из окна этого здания. Хорошо. Хорошо. Это была возможность, с которой мы начали диалогировать и спорить объективы. Нам очень просто было строить диалоги, обсуждать и вообще разделять наши общие цели и задачи. Это наши ценности, на основании которых строится работа в нашей студии. И все мои сотрудники разделяют эти ценности. Уважительное обращение друг к другу, речевой этикет, потому что только в обсуждении можно друг друга лучше понять. Сотрудничество и разделение взглядов. Вы, архитекторы, настоящие архитекторы и будущие архитекторы. Но вы понимаете, что такое идея, видение? Потому что тот человек, у которого есть видение, может видеть даже гораздо больше тех горизонтов, которые попадают в его поле видения. И может улучшать, может внедрять инновации. Следующий принцип – это слушание и рост. Мы, как инопланетяне, мы с антеннами. И мы постоянно держим ушки на макушке и антенны на приеме, чтобы улавливать то, что вибрирует в воздухе. И как говорится в строках великого поэта Горацио, что внутри каждой проблемы всегда заложено ее решение. Самое главное – прислушиваться и присматриваться. На нолик нажмите, пожалуйста. Назад вернитесь, пожалуйста. Назад вернитесь. Диме, диме. А вот там в правом верхнем углу есть та фраза, к которой я хочу обратиться. Это фундаментальная вещь. Это философия, которая практикуется внутри моего студия. Мы считаем, что только тот проект, который удался, это тот проект удался, в котором можно между собой воплотить и запросы клиента, и также украсить окружающую среду вокруг этого объекта. Поэтому, когда у нас есть какой-то запрос от клиента, мы не стараемся сузиться запросы все, мы хотим смотреть из горизонта. Так как я понимаю, что это какие-то общие положения, я расскажу о ряде проектов быстренько и бегло, которые мы делали. Как студио мы занимаемся как общим стратегическим развитием объектов, так и воплощением и разработкой различных деталей этих объектов. Я покажу вам ряд крупных объектов. Это город с старинным укреплением. 800 тысяч квадратных метров площадь этой крепости. Ну, кто-либо из вас видел, наверное, города с укреплениями вокруг городов. Вот эта крепость Александрия, она самая крупная европейская крепость и считается одной из самых красивых крепостей мира. Если бы вы взяли отдельно эту крепость и перенесли ее на плоскость самого города, вы можете увидеть, что площадь этой крепости такая же огромная, как центр города. И мы видим, что город уже существует. С какой же целью ко мне обратились? Потому что на самом деле они позвали меня и говорят, слушай, мы не знаем вообще, что с этим делать. Эта крепость и право собственности на эту крепость государства ее строили так, чтобы как бы спрятать и она не была заметна издали. И с другой стороны, к ней нет подступов. И поэтому мы подумали, что наша стратегия будет исполнена следующим образом. Мы эту крепость делаем опять частью города. Каким же образом? Итак, если мы выйдем за пределы укреплений. Мы увидим, что также подступы к этой крепости нам преграждала река. Так пусть это будет не преградой, а соединительным элементом. Идея заключалась в следующем. Давайте поищем на территории, которая окружает наше укрепление. На самой территории решения этих проблем. Дальше, следующий слайд. Еще следующий. И сейчас мы здесь видим... И мы постарались строить ту неподступность церкви, крепости. И эту крепость строить в саму структуру города. Ричард Мэйер спроектировал и построил этот мост, который соединил два берега реки. И поэтому в чем заключалась наша задача? То, что было единым настоящим объектом, нужно было включить в общее видение, в общий план и соединить в общую структуру развития жилого комплекса. И таким образом мы разработали стратегию, тактику и четкие шаги, которые нужно было выполнить, чтобы включить единое стоящее здание крепости в общую структуру города. На площади 6 тысяч квадратных метров вы видите, я бы сказала, зародыш, эмбрион нашего будущего плана. То есть у нас были площади для выставок, жилые здания, офисные здания, даже ипподром, поле для гольфа. И самая фундаментальная точка отправления – это видение, как я в самом начале сказала. То есть я постарался не только выявить каждую часть в отдельности, но и соединить каждую часть. И что я хотел при этом избежать? Что? Чтобы не было такого, что каждый объект был едином и сам по себе. То есть я хотела выстроить диалог с каждым объектом, который находится на этой площади. А сейчас мы посмотрим масштабы. А это комплекс с 7 тысяч квадратных метров, это жилой комплекс. Но это лазурный берег, это напротив Сан-Тропе. И, конечно, в этом месте очень много своеобразных характеристик. Очень небольшой, но собственный порт на побережье. Ну, также вертолетная площадка. Бассейн. Бассейн прямо в море. И вдоль полосы 300 метров, которая ограничивает с побережьем и в частной собственности владельца. А вот целью нашей лекции, темой нашей лекции, будет то, что как нам удалось сделать развертку 300 метров длины в так называемом побережье Порто-Фино, в Папшинской пойме. И как сделать 300 метров таким образом, чтобы они казались летящими и стоящими на морской побережье и не утяжеляли пространство. Вот какой умный и тонкий запрос поступил к нам от нашего клиента строительного концерна Крост. Ответ я вам дам позже. Ну, теперь мы двигаемся вперед. Сейчас я рассказываю, что в этих вилах мы развернули также ландшафтный дизайн, также освещение, дизайн света. Также мы разработали разводной мост, потому что когда в порт заезжали яхты крупных размеров, необходимо было разводить мосты. Также мы занимались развитием всех площадей, наружных, центра красоты, солярия, бассейна, и все это связано с темой искусства. Потому что тема очень важна, потому что необходимо четко ставить задачу. Потому что, конечно, тема – это запрос со стороны клиента. Но, с другой стороны, это именно то, что ты должен создавать вокруг сам. В этом смысле мы должны были вписаться в наш фундаментальный элемент и привязать наружный пейзаж и наше здание к воде. Сейчас я вам дам и другие направляющие, чтобы объяснить, каким образом мы выстраивали диалог и взаимоотношения между деталями. Вот, например, здесь вы видите на стенах и зеркала. Это обеденный зал. Для чего нужны эти зеркала? Потому что, когда все люди сидят вокруг обеденного стола, любой человек постоянно наблюдает видом моря, потому что, в какое бы зеркало вы ни посмотрели, везде отражается море, и вы постоянно имеете ощущение, что вы смотрите не на стену, а смотрите на морское побережье. То есть, представьте, я сижу спиной к окну, но я так вижу отражение зеркал, что у меня такое ощущение, что я сижу лицом к окну. Нет, ну понятно, когда ты сидишь лицом к окну, это более приятно. Но в любом случае мы ищем выход из любого положения. Здесь мы прорабатывали каждую мелкую деталь, и мебель, и... Сейчас пролистывайте, пожалуйста, мы не будем на этом останавливаться. А вот сейчас вы видите мою студию, вы видите виды студии, все чертежи со всех сторон. Верните, пожалуйста, вот немножко назад, к фонтану. К фонтану, еще назад. А вот даже в этом случае мы постарались использовать уже те объекты, которые были на территории, и дать им новую жизнь. Даже вот те каменные постройки, те камни, которые лежали у нас на территории, это такой неглубокий колодец, как бы. Послужил нам как периметром фонтана, и мы подвели сюда воду, и вы видите, что когда вы заезжаете через парадные ворота, вас встречает играющий фонтан. Ну, вы видите все имиджи в картинке, мы видим, что это дизайн наших помещений, и мы использовали все эти элементы исторические, которые были у нас под рукой. И вот, например, в каждом частном случае мы пытались использовать каждый характерный элемент, и вот сейчас я хочу показать мы видим, что вот квартира сама, в которой я проживаю, она под самой крышей. И за счет игры света я постарался превратить это пространство в некую скульптурную единицу. Ну, я хочу сказать, что все, ладно, я больше не буду рассказывать, как я хорошо живу. Прокрутите еще сейчас, мы переходим к нашему проекту. Так, следующий файл тоже проскакивайте. А сейчас я вам расскажу о том месте, где мы начали работать, что раньше я сказала, уже через два дня будет год. Сначала общий контекст. Мы подъезжаем и видим некую сценографическую единицу. Мы видим очень яркие расписные башни. И вокруг мы видим более низкоэтажные элементы. Это жилые апартаменты, а внутри парк, под ним паркинг, и на нем различные постройки небольшие. Итак, отправной нашей точкой было то, что у клиента была уже концепция и ряд объектов на территории, которую он построил. И с очень мудрой точки зрения, он использовал на территории, возможности этой территории и предложил своим жителям весь возможный набор функций и сервиса. Двигайтесь, пожалуйста, вперед. Следующий слайд. Единственное, у меня возникло... У меня возникло сомнение, единственное, по периметру этого комплекса я должен был построить низкоэтажный комплекс. И мое сомнение заключалось в том, что... Думпью, кая-биви? Я вам сейчас расскажу. Это длина 300 метров фасадов по периметру всей парковки вокруг комплекса. Также и сам периметр, как граница этого парка. Это иммагина, которая приезжает снаружи и видит прямо. Должно создать имиджевую составляющую. И нам нужно было сделать так, чтобы каждый человек, который подходит к этому комплексу, видел что-то яркое и имиджевое на наших фасадах. И наш клиент, строительный концерт КРОС, обратился к нам с вопросом, с тем, что мы должны были развить... И мы должны были создать еще один небоскреб, но горизонтальный, который положили на землю и длиной в 300 метров. То есть запросом также были следующие годные. Мы не хотим рисунок банальный, который бы повторялся и который известен всем. Мы хотим его в спонтанном виде. И нам хотелось бы, что все люди, которые здесь будут жить, имели ощущения и все возможности для того, чтобы вся жизнь была их сплошным праздником. И им казалось, что они все время в отпуске. Мы вышли на тендер. Мы вышли на тендер с концепт-дизайном. Это первый концепт-дизайн. Вот то, что я сейчас делаю, я вам пытаюсь передать метод разработки концепт-дизайна. Потом у каждого из вас будет свой подход, но я вам покажу, какой подход использовали мы. Первое, мы попытались выявить критические точки, которые мы должны были учесть на все объемы, которые будут привязаны к Земле. То есть, что мы подумали, что если какие-то вещи не будут привязаны к Земле, то какие-то здания будут казаться, что они оторваны над Землей. Потом мы постарались создать линию движения, скайлайн. Далее мы попытались разбить это на модули и придать хроматические решения этому ряду. И нам хотелось бы гармоничные цвета, не навязчивые, не ядовитые. Далее мы посмотрели, каким образом лучше сделать проемы. И проемы, и балконы, и все остальные архитектурные элементы. Мы для них придумали базовые матрицы. И поэтому мы попытались сделать так, что если сначала мы элементы выделили как модульные, потом придать им отличительные особенности, чтобы все элементы имели индивидуальные характеристики. А вот это вот наше начальное предложение. Мы идентифицировали хроматический ряд. И была различная серия различных хроматических решений. И далее мы углубили. Углубили наш проект и подумали, что все по себе необходимо связать в единое целое. И поэтому мы по периметру связали все лентой. И время от времени из этой ленты взмывались ввысь высокие здания. И вот поэтому в этом случае также фундаментально между этими элементами выстроить диалог. Когда у меня есть сплошной непрерывный элемент, я из него могу как бы вытянуть ввысь ряд точек. А если у меня будет постоянно повторяющийся перепад высот с высокими зданиями, и как же мне удастся выстроить диалог, и как же мне удастся использовать такой прием, чтобы выделить индивидуальность каждого издания. Я вам дам простой пример. Вот если мы сейчас представим любой городишко или крупный город в Италии. Вот каждому из вас первое, что придет на ум, это насколько все вместе ощущается в гармонии. И внутри всей этой гармонии есть ряд монументальных построек, которые возвышаются над всем городом. Это или церковь, или храм, или палаццо, дворец. А вот почему для нас это стало отравной точкой, и мы подумали, а почему бы внутри этого проекта не привнести наш итальянский дух, Италию? А мы проработали идею по цветам, детали, и также мы попытались связать все с использованием пространства. Мы построили частные садики, которые также должны были вступить в гармоничный диалог с парком для всех жителей. Здесь мы определили более высокие точки, а с внутренней стороны мы имеем более низкоэтажные здания, и где каждый житель очень просто может показать пальцем и сказать «Да, здесь я живу». А я живу рядом с этой башней, а я живу в том узеньком лазурном доме с тем, с тем, с тем французским балкончиком. И мы сейчас знаем, что сейчас наша архитектура обезличена, и в любом случае она самодостаточная. Но мы понимаем, есть какое-то лего, какая-то конструкция архитектора, архитектор сказал «Я построил, мне не важно, что вокруг». Но очень сложно в этом случае выстроить диалог с окружающим. А вот как в данном случае, если ты строишь отношения с клиентом, с которым выстраивается эмпатия в отношениях, ты чувствуешь, что у тебя есть дополнительная возможность, и ты можешь создавать новые формы. И вот это новое должно быть восприятие всего в целом и в каждой детали отдельно. Сейчас мы посмотрим, как я... Увеличите, пожалуйста, чуть-чуть. Можете чуть-чуть увеличить? Не знаю, получится ли или нет, увеличите. Я вам сейчас покажу эту картинку, потому что это результат месяцев и месяцев обсуждений с нашим клиентом и со всем его персоналом. Мы пришли к общему мнению, что спонтанность в этом проекте все-таки должна была позволить нам определить ряд узнаваемых стилей, но не простым копированием. И вот за счет этих имиджевых составляющей нам удалось создать именно перспективу фронтонов взаимоотношения между формами, этажностью, цветами, хроматическое взаимоотношение между улицами. Далее. И еще там, на другие секции, покрутите, пожалуйста, там правее. И мы видим, что каждый отдельно взятый элемент и раскладка плитки, и стены, и фасады в каждом случае имеют собственную индивидуальность. И таким образом мы видим, что, да, действительно, мы видим развертку всех 300 метров в длину фасадов. и все элементы, которые выступающие из этой линии, которые в диалоге и между собой, и с общей линией, которая их объединяет. То есть, у нас, как у архитекторов, как и у чертежей, есть единый общий язык. То есть, это наша возможность, самовыражение, когда мы общаемся с нашим клиентом. То есть, если нам удастся передать генеральную идею, общую идею, как будет воплощен этот проект, мы будем уверены, что в том случае, когда этот объект уже будет реализован, мы можем услышать следующее высказывание нашего клиента. Очень хорошо. Мы именно так себе его и представляли. Ну, вы знаете, что иногда получается и наоборот. Окей, теперь вперед. Дальше. Сейчас быстренько пролистывайте, потому что это рабочие имиджевые картинки. Они сделали для того, чтобы у вас были идеи, как я играл объемами, цветами. Если вы сейчас себе, примерно представите, какое количество деталей, особенностей и различных элементов, то есть, нет конца и края. Это бесконечная работа. А теперь я сейчас быстренько, панорамно вам покажу. 0,0. Я сейчас хочу дать вам прием, каким образом строить взаимоотношения с клиентом, когда проект высокой сложности. Вы понимаете, не каждый ваш заказчик имеет собственный проектный институт и большой штат архитекторов, с которыми ты можешь выстроить равноправный диалог, и ты понимаешь, что специалисты их уровня тебя могут понять. Иногда нужно создать так называемый глоссарий, словарь, где ты просто описываешь термин, как букварей, к нему сопоставляешь картинку. Ты пишешь балкон, это значит балкон. Когда ты говоришь о каких-то выступающих частях, ты говоришь, объясняешь, что да, это выступающие части. И более того, мы сейчас понимаем, что архитектурные стили менее-менее известны нашим заказчикам. Сейчас я просто полистаю количество окон. Это было 50 видов окон, разработанных на это здание. Это один из примеров витражей, витрин торговых галерей. Дальше, дальше, дальше листайте. И давай, идти. Ок. Вот это мои начальные наброски, за счет которых я начал прояснять, действительно ли базовая идея совпадает с теми идеями, которые имеет мой клиент. это фундаментально, но не только потому, что... рендеринг хотел несколько другого. Помедленнее, помедленнее, пожалуйста, мы показываем поэтапное создание проекта. так как в данном проекте по крайней мере только общих 7 стилей, различных архитектурных стилей, поэтому необходимо было разработать чем является каждый из представленных архитектурных стилей. Ну, вот мы возьмем этот. Это набросок каким должен восприниматься та часть, которая будет символизировать в средневековье. То есть в средневековье на пол клали или крупные камни, плохо отесные камни. Это были деревянные потолки, перекрытия, балки. Ну, это очень простые элементы в декоре. и если мы с вами бы составляли списки, все, что должно входить в проект, который выполнен в едином архитектурном стиле, но мы понимаем, что даже в самом простом, по крайней мере, 20 позиций мы должны прописать. это цвета, формы, архитектурные элементы, это несущие опоры, которые могут быть и колоннами, и капителями, и полы. и все то, что должно быть обязательно в каждом здании и сооружении, а сегодня это становится банальным. с этой точки зрения, если вы что-то прорисовываете, перерисовываете из того, что уже знакомо в веках, может родиться, если вы будете размышлять следующим образом. А если вы хотите создать колонну с неким капителем вионическом или дырианском стиле, вионическую колонну, мне подсказывает Игорь Вадимовна, главный архитектор проекта. мы понимаем, что и сам объект, и сама форма 2000 лет назад уже созданы. И уже 2000 лет этот объект создавался именно только таким образом. И поэтому нам нужно задумываться, каким же образом этот же элемент я должен вписать в контекст всего окружающего. И вот это имеет простое наименование композиция. В данном случае нашей задачей в композиции была задача сочетать между собой различные стили. Поэтому нам нужно было между собой согласовать очень много элементов, деталей. но с точки зрения того, что между собой они должны были быть очень гармоничны. Еще вперед. В данном случае, например, мы видим Эркер, который в стиле Либерти. мы видим его, что он встроен, вписан в фасад. И мы здесь видим ряд узнаваемых элементов, потому что если кто-либо из нас задумался бы, где я мог видеть такое здание, вы понимаете, что где бы ни было здание такого стиля, вы видели такие элементы. Но на самом деле вы такого не видели нигде. потому что с такой формой, с такими цветами и с такими пропорциями и с тем контекстом, в который все это помещено, это единое произведение искусства, существующее в едином экземпляре. это создание идентичности внутри сложного комплекса. То есть мы с вами анализируем с архитектурной точки зрения взаимоотношениями между тем, что мы построили и тем, как мы это декорируем. Это очень фундаментально. Вот сегодня, в сегодняшний день, вот сколько зданий вокруг новых вы видите с декором? Это вопрос к вам. Это вопрос. Я переведу громче. Zero. Ты респондону zero. Нам публика показывает но. Нет, это очень хорошее видение. Если мы посмотрим, мы видим, что у каждого здания очень особенные характеристики. У них огромные выступающие карнизы, которые выступают вперед на 2 метра. Вы знаете, как стоят ваши полицейские, а у них фуражки, на фуражках козырьки. примерно тоже я сделал. Вот таким образом я перенес Италию в Россию. и мы увидим какие-то У меня уже почти закончу. Двигаемся вперед. Следующий подход, который я использовала, когда мы представляем проект клиенту, мы должны создать некую идею, атмосферу. Когда мы создаем рендеринг 3D в фотореалистическом формате, я думаю, что есть некая фото из того, что уже все видели. И понимаете, я не оставляю даже немалого пространства, чтобы клиент что-то сам додумал. То есть мне хотелось бы, что мой клиент где-то внутри этого коридора мог себе представить, представить свет, представить бархатные стены, бархатистые стены. И представил себе не только наличники вокруг дверей, но также с дополнительным элементом на двери. И мы понимаем, что это каждая картина и каждая картина, которая имеет собственные особенности. И поэтому они заставят клиента задуматься, размышлять. Они подумают, как же нам добиться какого-то результата. И клиент начинает себе представлять, какую атмосферу он хочет создать на выходе. И поэтому в данном случае клиент становится более интерактивным. Потому что то, о чем я постоянно думаю, и в конце мы прощерчиваем, мы строим, мы создаем. Но жить-то здесь будут другие люди. И поэтому если нам не удастся создать им очень хорошее место для жития. Но значит кто-то из нас в чем-то когда-то ошибался. Ну посмотрите, там есть еще что-то у вас на флешке. Ну это так, мои размышления вслух. Следующую, пожалуйста, мне папочку открыть. Дальше. Просто быстренько, быстренько про листайте. Листайте, листайте. Доманды. Показывает, я вам задержу. Продолжение следует... На данный момент строительство практически завершено. А у меня есть картинки, я вам сейчас покажу, потому что весь скелет он уже создан, вся конструктивная часть сделана, все проемы, двери, окна и стены подведены под штукатурку, сделаны кровли, козырьки, выводы под балконы, вылеты под балконы. Сейчас буквально минуточку, я сейчас скину и покажу вам картинки. И кроме того, что дать себе просто возможность, дать себе возможность реализовать свою точку зрения, свое видение. Он также разделяет твое видение на это. Мы сейчас только что приехали к вам со стройплощадки. И сегодня в полдень, что мы делаем каждый день, мы сделали очень длительную прогулку по нашей строительной площадке. Мы еще раз пересмотрели, какие могут быть использованы материалы, для того, чтобы создать очень красивый гармонический ряд и чтобы придать большей гармонии этому проекту. И, например, мы говорили, какие гипотезы могут быть, как можно развернуть парковку. То есть это не должно быть какое-то банальное пространство, где я приехал и оставил свой автомобиль. То есть это должно быть пространство какое-то единое и завершенное. Назад, вернитесь, пожалуйста. Где я буду себя ощущать частью всей истории. Итак, мы имеем вот этот комплекс. И мы видим все башни, которые выступают. И каждая башня выполнена в собственном стиле, и она совершенно индивидуальна. На сегодняшний день мы с клиентом вместе пришли к выводу, что вдоль аллеи мы можем выстроить колоннаду, который может идентифицировать каждую часть как историческую эпоху, принадлежность к какому-то времени и во время прогулок каждого из нас. Иметь очень много точек для обозрения панорамы вокруг. И даже гуляя по этой дорожке, один год или пять лет, вы пройдете, остановитесь и будете говорить, о, вот эти детали я еще раньше не замечал. Продолжение следует... Звучит музыка. 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 Звучит музыка.